Симуляторы виртуальной реальности, интерактивный анатомический стол и уникальные импланты. Использование цифровых технологий и инноваций в здравоохранении обсудили медики во время работы секций на стратегической сессии сбережения народа. И участниками стали более 300 человек. Это эксперты не только регионального, но и федерального уровня. Подробности в сюжете. Поликлиника, к которой прикреплено 40 тысяч человек. Стационар на 300 коек. Как электронная регистратура, пациент сам выбирает удобное время приема, указатели, по которым удобно ориентироваться и даже приглашение на флюорографию при помощи СМС. Все это городская больница номер 4. Образец для подражания подчеркивают эксперты федерального уровня на стратегической сессии сбережения народа. Медучреждение представляет свою площадку. Все желающие могут проверить артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови и получить консультацию врача-терапевта. Данное мероприятие направлено на раннее выявление факторов риска, потому что основная масса населения, люди трудоспособного возраста, и пойти в поликлинику нет такой возможности. А выездные центры здоровья приезжают непосредственно на место работы, где все желающие проходят данные обследования. Так, за два дня работы площадки обследования прошли более сотни человек. Тезис о повышении ответственности человека за свое здоровье был озвучен и на пленарном заседании стратегической сессии во время работы секций. Без этого решить задачу по увеличению продолжительности жизни населения в стране будет гораздо сложнее. Без разумной государственной и медицинской пропаганды здорового образа жизни мы не добьемся решения тех задач, которые перед нами поставило руководство страны. В этой работе должны принять активное участие медики, мы с вами. Если мы из наших уст, население может только доверительно воспринять те рекомендации, которые известны во всем мире. Особое внимание уделили внедрению инновационных технологий в здравоохранении. Свои разработки на сессии представил Самарский медицинский университет. Этот симулятор был сделан специально для обучения студентов-медиков. При помощи VR-шлема и контроллеров необходимо выполнить операцию, которая называется трахеостомия. Все как на настоящем хирургическом столе. В распоряжении пользователей есть только пять минут для того, чтобы спасти жизнь пациента. Разработка уникальная, в мире есть только игровые аналоги. Сейчас мы выложили программу на международной платформе Steam. Это игровая платформа, где все игры, которые в виртуальной реальности в мире создаются, вкладываются там. И ее можно сейчас скачать в свободном доступе. Сейчас на сегодняшний день более 7 тысяч скачиваний. Это говорит о том, что наш продукт интересен международному сообществу. А еще биоимплантаты «Глиопласт» – анатомический 3D-столб пирогов. Он был создан для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела. Модератор секции, посвященной IT-медицине Александр Колсанов, подчеркнул, что хотя внедрение таких технологий не решит всех проблем отрасли, однако это поможет заметно улучшить качество оказываемых услуг и уровень здравоохранения в целом. Задача стратегической сессии в целиком и секции в частности, она как раз этому посвящена решению задачи. Чтобы действительно мы, как разработчики, например, медуниверситет, слышали потребности реально главных врачей, реальных врачей, чтобы нам давали обратную связь. Всего в регионе проведут 7 стратегических тематических сессий по разным направлениям. Их основная задача – это выработка предложений в долгосрочную программу развития региона под названием «Стратегия лидерства». Инициатором такой формы работы стал глава региона Дмитрий Азаров. Мария Акимова, Сергей Павлов, Александр Каракулько. Новости губернии.